Доброе утро, друзья! Вот и настал понедельник. Снова началось то время, когда будни медленно ползут, а выходные стремительно пролетают. Но, несмотря на это, настроение должно оставаться хорошим. А потому давайте смотреть нашу программу. Нас ждет вкусный завтрак по рецепту Ольги Орловой. Парад первоклашек. Затем узнаем, какими ребятишками пополнился коллектив пространных танцев. Я на металлочке! Отметим день рождения самого веселого, самого красивого и в меру упитанного мужчины в полном расцвете сил. Побольше тортов, леденцов и удачи. А еще посмотрим, что удалось отловить в интернете. У всех и у всего есть свой праздник. Даже у Салями. Сегодня, оказывается, отмечается день этой колбаски. И, как повелось, 7 сентября на столе обязательно должно быть несколько сортов ароматного продукта. Но хочу отметить, этот праздник вовсе не русский. Не мы его придумали, и нам можно спокойно пропустить его. А отметить день какого-нибудь другого блюда. Ну, например, того, что сейчас будет готовить Ольга Орлова. Доброе утро, друзья! Сегодня мы с вами будем готовить салат «Женская радость». Для женской радости нам потребуется 300 г белокочанной капусты, 2 яблока, 20 штук чернослива, майонез, сметана, 1 чайная ложка сахара, соль. Готовим. Капусту тоненько шинкуем. Яблоко очищаем от сердцевины и нарезаем тонкой соломкой. Также режем чернослив. Все перемешиваем. Посыпаем сахаром, солим. Майонез смешиваем со сметаной. И заправляем наш салат. Даем ему настояться. Сами время не теряем, записываем продукты, которые нам сегодня понадобились. Для женской радости нам потребуется 300 г белокочанной капусты, 2 яблока, 20 штук чернослива, майонез, сметана, 1 чайная ложка сахара, соль. Если хотите, можете легко превратить женскую радость в мужскую. Просто добавьте в нее мясо и измельченный чеснок. Рецепт этого блюда ищите на сайте trkz.ru на страничке программы «Доброе утро за речной» в рубрике «Завтракаем вместе». Приятного аппетита! Друзья, а вы в курсе, что на информационно-развлекательном портале городзет.инфо вовсю идет голосование за первоклассников? Присоединяйтесь и вы, выбирайте самого-самого и жмите на зелененькую кнопочку «Проголосовать». Конечно же, для того, чтобы ваш голос был зачислен, вы должны быть зарегистрированы в социальной сети. Победители получат замечательные призы от наших спонсоров. Например, магазин электроники Prime подарит сертификаты на 3000 рублей. Можете приобрести нужную электронную вещь для своего ребенка. Так что голосуйте, подключайте всех своих родственников и знакомых. А мы пока смотрим часть конкурсантов. Первокласска 2015 Блузки кружевные, белые рубашки, Озорные лица – это первоклассники. В школу веренницей все несут букеты. Мы идем учиться, до свидания лета. Я не маленький теперь, стал я первоклассникой. Подарили мне портфель, белую рубашку. Я по улице иду, не за ручку с мамой. Я семью не подведу, буду умный самый. В нашей школе буду я хорошо учиться, Помогать своим друзьям, дома не лениться. Гордо я смотрю на всех в этот школьный праздник. Малыши – ну просто смех. Я же первоклассник. Взрослым нужно помогать. И домашнее задание. Не оставь друг без внимания. Делайте их, старайся сам, без подсказок папы-мамы. Парта ждет меня, во-первых. Ждут уроки, ждут друзья. В школе будет недоление. Там я в новую страну дел и знаний, и умений путешествия начну. Ждет природа, лес и поле. Ведь в поход пойдем не раз. Ждут меня пятерки в школе. Ждет меня весь первый класс. Больше чем уверена, что первоклассников уже определили по каким-то кружкам и секциям. Кто-то будет петь, кто-то играть на музыкальном инструменте, кто-то будет добиваться спортивных успехов, а кто-то – танцевать. Давайте посмотрим, как проходил набор в студию современной хореографии про странные танцы. Узнаем, какие критерии важны, и, может быть, если не поздно, тоже отдадим свое чадо в танцы. Я умею танцевать. Маша умеет танцевать. Маша вообще лучше всех. Ей только подучиться немного. Собственно, поэтому и привели ее родители на кастинг в студию современной хореографии про странные танцы. Впрочем, сами педагоги встречу с будущими воспитанниками кастингом не называют. Это такое сватовство. И нам важно, чтобы эти семьи были активны, они понимали, что они ответственны за тех детей, которые будут жить по соседству с их ребенком, чтобы они понимали, что нужно уважительно относиться к детскому труду не только их ребенка, но и тех, кто попадает в группы. Принимают всех желающих, за исключением тех детей, которым дают медотвод. Художественный руководитель сразу предупреждает. Для того, чтобы заниматься в коллективе, необходимо приложить немало усилий. И детям, и родителям. Причем последним особенно. Пока малыши еще не совсем осознают всю ответственность, именно папам и мамам в любую погоду, при любых обстоятельствах придется водить своих чад на занятия. Сначала тяжелее было. То есть первые годы там со слезами. Там все это не хотелось идти. Сейчас уже потянулось. То есть у них могут стимулировать детей. У них такая есть система, как непропускайки, допустим. То есть если месяц ребенок ходит и не пропускает занятия, то там дают шоколадки. То есть это детей очень стимулирует. Вот у нас дочь, она вообще за все время, сколько ходит, вообще ни разу не пропустила ни одного занятия. Пока родители беседовали с преподавателями, малышей проверяли на прочность. Тянули носочки, складывали колечком, заставляли прыгать. В общем, определяли пространность. Мы смотрим на выворотность, стоп. Смотрим, как растянут ребенок, гибкость. Проверяем. Давай самостоятельно. Вот самостоятельное удерживание, стоп. Смотрим, как ребенок может самостоятельно справляться с заданиями. Натяни носочки. Сильно-сильно-сильно к полу. Сама. Давай, Арина, натягивай. Ну, когда еще ребенок маленький, это задание, ну, сложное, все равно тяжело. Все дети разные, и у кого-то более, более кто-то гибкий, кто-то менее. Но можно растянуть вот ребенка. Постараемся вырастить талантливых деток. Оговоримся сразу. Физические данные малышей смотрят для того, чтобы потом распределить по группам. Где способности каждого будущего танцора лучше раскроются. Но главное все-таки познакомиться с будущими родственниками, которые вольются в большую дружную пространную семью. Многие из этих родственников, кстати говоря, впервые услышали о том, что в студии современной хореографии занимаются далеко не одной хореографией. Я, допустим, не знал, что у них, оказывается, есть школа обучения на основном языке, творческая, мастерская. Оказывается, здесь даже такое есть. То есть это еще два-три раза плюсы. В общем, не танцем единым жив пространник. В маленькое семечко таланта нужно вложить много сил, умения, терпения и желания. Желание педагогов, родителей и самого ребенка. Для того, чтобы выросла хрупкая растенница, столько обстоятельств должно сойтись. Что уж говорить о целом человеке, пусть даже маленьком. Все первоклассники сейчас находятся примерно на одном уровне знаний. Они только-только начинают делать свои первые шаги в мир науки. Сколько им предстоит выучить, запомнить, узнать. Победителям нашего конкурса мы вручим сертификаты от Центра образовательных услуг Репетита Плюс на обучение иностранному языку. Это такая маленькая, но вполне крепенькая лодочка в океан знаний. Смотрим конкурсантов и выбираем, кому же предстоит дальнее плавание. Первокласска 2015 Встали на год, мы взросли и заметно подросли. Открывайте класс Корея, мы за знаниями пришли. Я сегодня в первый раз отправляюсь в первый класс. Постараюсь я во всем. Лучшим быть учеником. Папа дал тайком совет. Можно сбегать в туалет. Жаль, нельзя еще в буфет. Там купил бы я конфеты. Нет, нельзя мне расслабляться. Надо лучшим быть, стараться. Буду слушаться я маму, с ней я точно первым стану. У меня сегодня праздник. Не бывало лучше дня, потому что первоклассницей называют все меня. Есть в осени первоначальная, короткая, но дивная пора. Весь день стоит, как бы хрустальные и лучезарные вечера. Все давным-давно в порядке. Я сегодня в первый раз отправляюсь в первый класс. Мне исполнилось 7 лет. И меня счастливее нет. У меня буквар в портфеле. И тетради, и дневник. Я теперь на самом деле первоклассный ученик. Я проснулся утром рано на портфель свой, сразу глянул. В нем тетрадки, есть и книжки, и тетрадь с угольником. Спать я лег простым мальчишкам, а проснулся школьником. Девочки с бантами, мальчики с цветами, Мамы наряжены, папы наглажены. Дедушки и бабушки суетятся рядышком. Все волнуются, шумят, охают, вздыхают. В школу всех попасть хотят, но не всех пускают. Вот звонок позвал ребят, голоском хрустальным. И веселый взрослый взгляд стал чуть-чуть печальным. Мамы смотрят детям вслед, мамы понимают. Только тех, кому 7 лет в школу принимают. Мы с вами на дне рождения главного проказника Театра юного зрителя. И, конечно же, мы пришли с подарком. Только вот Карлсон любит больше не цветы, а плюшки. Карлсон, это тебе. Так же думают и самые преданные зрители. Своего любимца они решили угостить самыми разными сладостями. Что ж, Карлсон, как добрый друг всех мальчишек и девчонок, тоже испек всем гостям плюшки. Только вот у Фрэкинбок они загадочным образом снова пропали. Ничего страшного, в этот день можно и пошалить, и плюшками побаловаться. А ребята еще и поздравления приготовили для любимого Карлсона. Я желаю, чтобы он слушался родителям и никогда не болел. Я желаю, чтобы у него был хороший дом на крыше. Хотели бы иметь такого же друга, как Карлсон? Да. А скажите, чем бы вы с ним занимались? Какие игры вы любите? Догонялки, чай-чай выручай, прятки. Футбол. Хоккей. Как вы думаете, в хоккей, в футбол он умеет играть? Да. А я пожелаю ему на день рождения счастья и здоровья. А что любит Карлсон? Варенье. Чтобы они всегда здоровали. А ты, что Карлсон, желаешь? Чтобы они поздравали. Присладкие печеньки, сладкие присладкие, сладкие присладкие. Ты любишь печенье, да? Да. Сладкие присладкие. Побольше тортов, леденцов и удачи. Я пожелаю ему здоровья, счастья, чтобы он всегда улыбался и слушался. Ага. А ты хотела бы иметь такого друга? Да. А что бы с ним делать? Ну, играла, летала. Вперед, малыш! В день рождения Карлсона можно не только посмотреть любимый спектакль, но и стать его участником. Мечта каждого ребенка, конечно же, оказаться тем самым малышом, к которому когда-нибудь прилетит Карлсон. Что бы он избавил от надоедливой думы мучительницы, если таковая имеется, пошалил и покатал по крышам. А пока остается только мечтать и надеяться на ту самую встречу. А вот такой интересный у Карлсона был комбинезон, еще ткань. В свое время выбирал я, как бы, сотрудников штата были неукомплектованы. И была какая-то такая, довольно-таки легкая шерсть. И костюмер, который не знал, постирала не на той температуре. Вот представляете, из 56-го размера, вот из комбинезончика, из штанишков, из строительной машины, лучше на 6-месячного ребенка ползунки получились. Вот я не знаю, они сохранились, не сохранились. Их надо в музее, театре, если таковое будет, как бы оставить. Пускай иногда из-за набежавших тучек нам не видно неба и прекрасных звезд, но должна вас заверить, что наши телескопы такие зоркие, что могут видеть сквозь облака. Поэтому, несмотря на погодные условия, гороскоп у нас всегда будет. Давайте прямо сейчас посмотрим, что нас ждет сегодня. Овин. Устройте у себя дома настоящий праздник. Позовите в гости друзей, с которыми давно не виделись. Посиделки обещают пройти на удивление весело и душевно. Телец. Сама мысль о том, что можно усидеть в четырех стенах, покажется вам совершенно дикой. Прогуляйтесь в обеденный перерыв по городу, а можно и в гости вечером сходить. Близнецы. Вам захочется устроить праздник, причем не столько для тела, сколько для души. Проведите вечер в общении с любимым человеком, желательно в романтической обстановке. Рак. Чем-чем, а сдержанностью вы отличаться не будете. Переключитесь на позитив, тогда вы сможете обрести кучу новых друзей. Лев. Вас потянет туда, где люди веселятся и жизнь бьет ключом. Поскольку ни к чему другому звезды вас не склоняют, то почему бы и не провести свободное время на вечеринке. Дева. Вам покажется, что вы выше условностей и правил. Вряд ли это понравится окружающим, так что держите себя в рамках приличия и не проявляйте излишнего любопытства. Весы. Дела будут требовать внимания, а вам захочется отвлечься от рутины. Выберите занятие, в котором полезное совмещается с приятным, или найдите время и для того, и для другого. Скорпион. Вероятно, общение с самыми разными людьми. Хотя никаких радикальных перемен не предвидится, день может быть богатым на интересные повороты и новые впечатления. Стрелец. Увы, количество ссор будет прямо пропорционально числу разговоров. Сведите общение с окружающими к минимуму или хотя бы запаситесь терпением. Козерог. Мечты о путешествиях не дают вам покоя? Почему бы и не выбраться в ближайшие выходные куда-нибудь за город? А спланировать поездку можно уже сегодня. Водолей. Что-что, а информационный голод вам не грозит. Вы рискуете с головой погрузиться в атмосферу интриг, слухов и сплетен. Не скатывайтесь до огульной критики, даже за глаза. Рыбы. Вам крайне полезно совершить выход в свет. Посетите модный клуб, премьеру нового фильма или интересную выставку. И удовольствие получите, и важные знакомства заведете. И снова всем доброе утро! Как вы думаете, сколько сладостей можно накупить на тысячу рублей? Эх, это же целая гора! Наконец-то можно будет попробовать сразу несколько разных пирожных, тортов, десертов. В общем, всего, что представлено в сети кафешоколад.ру. А перепробовать ассортимент могут наши первоклассники-победители. Хотите порадовать ребенка? Тогда скорее голосовать на информационно-развлекательный портал городзет.инфо. А с участниками предлагаю ознакомиться прямо сейчас. Первокласска 2015 Я, конечно, умею считать, но только немножко, конечно. Я умею считать до 100 и до 111. Я еще умею писать, только я не знаю английский, но и американский. Я еще пока в школе не учусь, но все-таки умею читать. Наверное, я в школе получу очень много пятерок с плюсом. И четверок, наверное. Я сегодня рано встала, мама в школу наезжала. Белый балк мне прицепила, феном волосы завила. Поглядела на себя, и встала я уже большая. Мне сегодня не до шуток, не до куколок мне суток. Буду в школу я ходить, буду буквы я учить. У меня сегодня праздник. Я сегодня первоклассник. И пойду я в первый раз в самый лучший первый класс. Блузки кружевные, белые рубашки, лица озорные. Это первоклассники. В школу вереницы все несут букеты. Мы идем учиться. До свидания лета. Паскорей звени звонок. Мы тебя дождались. Ведь на первый наш урок год мы собирались. 45 минут урок. Продержаться бы весь срок. Папа дал тайком совет. Можно сбегать в туалет. Жаль, нельзя еще в буфет. Там купил бы я конфет. Нет, нельзя мне расслабляться. Надо лучше быть стараться. Буду слушать себя и маму. Нет, точно первой стану. Волнуется мама и папа и я. Весь вечер волнуется наша семья. Давно все готово. И форма, и бант. И чудо цветы украшают сервант. Мама растеряна. Все ли в порядке? И снова на форме прогладила складки. А папа забылся совсем от волнения. Коту вместо каши он бухнул в арене. Я тоже волнуюсь и даже дрожу. За мамой и папой весь вечер хожу. Поставьте будильник, чтоб нам не проспать. На часиков шесть или лучше на пять. Мне мама сказала, наивны не будь. Я думаю, как бы сегодня заснуть. Ведь ты завтра в школу пойдешь в первый раз. И все завтра меняется в жизни у нас. Кто такой лось? Это такое животное, такое с ногами. У него есть нога. Еще я видел, что у него есть комплект. И лось. Когда ходил по октам, такой лось. Такой лось большой. Что он делал, когда ты его видел? Он, например, ел листочки. Я шла с бабушками и с мамой. И еще мамы. И еще мамы. И около леса жаль лёж. Вы испугались? Нет, я не боляюсь. У нас в Заречном живет лось? Нет, нет лосьей у нас? Не живы, конечно. Я еще у меня лоси не живу. А можно лось подойти погладить? Ну, если он домашний столько. Вы не гладили? Не гладили. Он был дикой. А что вы сделали? Просто шли и смотрели глазками. Ласками. Что нужно делать, если увидишь ласку? Я сегодня ехала. Смотреть супы там. Подобой уголить. Для троёмка будет. А можно его подойти погладить? Нет. Почему? Там кто может опустить. Казалось бы, сладкая вата. Ну, что в ней особенного, кроме того, что она воздушная и вкусная? Оказывается, её можно делать по-особенному. Не так, как мы привыкли видеть. В специальном шкафу, где вращается барабан и подаётся растопленный сахар, который превращается в любимую сладость. Процесс приготовления можно сделать в разы интереснее. Тогда люди будут подходить к продавцам не только за угощением, но и за целым представлением. Вот каким оно может быть. Седьмое сентября – это, оказывается, день рассказывания историй о летних путешествиях. Так что приготовьтесь сегодня выслушивать множество рассказов. И, конечно, не забудьте вернуть свои пять копеек и поведать миру свою историю. Мне в этом году, к сожалению, не посчастливилось летом попутешествовать. Поэтому буду вспоминать прошлые годы. С добрым утром и не переключайтесь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok